Хороший знакомый, ходивший в православную церковь, стал посещать церковь Слово Жизни и говорит, что нашёл там живое христианство. Стоит ли пытаться отговорить его посещать секту и какую для него опасность она представляет? Я вам скажу, если бы мы умели показать красоту своей веры, показать, что она даёт человеку, к чему призывает человека, никто бы никуда не пошёл. А когда я вам начну бубнить, здесь вам какую-нибудь катехизу читать, и когда вы тут же, не знаю, скажете, да когда же он кончит только, так? То есть, если человек сбежит. И когда придёт в храм, а ему по рукам тут бьют, – А ты что через левое плечо свечку передаёшь? И ещё всякую всячину! Он, конечно, пойдёт туда, где ему скажут, – Ой, пожалуйста, приходите, возлюбленный брат! Здесь Христос! Даже элементарной культуры подчас не имеем. Вот почему бегут! Надо обратить внимание на себя! Вот! Тогда и люди, никто не пойдёт, не пойдёт! Мы не можем показать, что такое христианство! Показать, действительно, насколько эта религия касается души человеческой! Какую радость даёт христианство! Вы же подумайте только! Я один пример приведу! Только один пример! Вот скорби, вот страдания! У кого их нет? У всех! Есть они! И какие два совершенно различных отношений могут быть! Представьте себе, когда человек или не верит Бога, или Бог на него абстракция! Что такое, что происходит? Кто-то мне подставил ножку! Этот негодяй наговорил! Эта негодяйка меня предала! Да! Эта случайность невероятная! И весь он, Боже мой, и нет ни надежды, ни выхода! Или другое! Я знаю, что Бог есть любовь! И что ни одно мельчайшее страдание, перед лицом которого я оказываюсь, это есть не наказание, не месть Бога, а это есть не что иное, как то лекарство, которое этот великий, премудрый и любвильный врач посылает мне! Надо запомнить, что в скорбях есть три степени отношения. Это может пригодиться. Первая степень – когда скорбь – терпеть! Вторая, если кто может, говорит, Господи, достойное по делам моим я получаю! Ой, как это важно! Третья! Слава тебе, Господи, что ты даёшь мне! Ты пострадал за мои грехи, а я хоть за свои-то хоть немножко пострадаю! Слава тебе, Господи! Благодарю тебя! За что? За то, что у меня дом сгорел! Слышите? За то, что у меня там сын погиб! Я говорю, за скорби! Мы же говорим о скорбях! Три ступени! Христианин к чему призван? Сказать, достойное по делам моим я получаю, Господи! Благодарю тебя! Благодарю тебя! Ответ на это Божий всегда бывает! И этим ответом является тот дух радости, который Господь даёт человеку, находящемуся, кажется, в страшном горе! Подумайте, какое мы имеем средство, которое не имеют другие люди! Неверующие не имеют! Они в отчаянии! Они кончают жизнь самоубийством! Они неизвестно, что делают! А мы... Господи, слава тебе! Правда? Видите, как много значит? Как много значит наша вера! Одно только это уже, какое даёт колоссальное утешение каждому христианину, который только использует это средство! Кстати, Игнатий Бринчанинов советует в скорби, в тяжёлых скорбях, хотя бы сердце было каменное и протестовало всё умом своим! Говорит, Господи! Слава тебе! Благодарю тебя! И так повторять десятки и сотни раз! И оказывается результат потрясающий! Успокаивается душа! Нисходит в неё мир! И даже больше того, и появляется радость! Какое средство мы имеем! Но это кто имеет? Только христианин! Мы имеем! Ну, примем эту таблеточку или нет? От нас зависит! Вот какие лекарства даёт нам наш Бог христианский! Я просто это привожу в пример! Вот где-то